Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня мы с вами снимаем очередной мукбанг. Я пошла, купила сегодня утром фарш. Вы, наверное, видели в моем инстаграме. И приготовила вот такие вот котлеты. Я вообще это готовила для бабушки и для меня, но бабушка это есть не стала. Хотя, хотя очень вкусно. Одну я уже съела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь котлеток у меня здесь. У меня здесь соленые огурчики, маслины, пюрешечка, йогурт милла с персиком. Что это такое? И специально, чтобы создать романтическую атмосферу, где только я и вы, мы делаем вот так вот. Свеча. Ай да! Минуточку, извиняюсь. Сейчас, сейчас сделаем, сейчас организуем. Ой, все. Готово. Как пахнут эти свечи, это просто обалденно. Мне кажется, вот именно во время приема пищи включать эти свечи, это прям такой аппетит появляется. Я же человек, у которого нет аппетита, мне это необходимо. В общем, котлеты. Вот такие вот они у меня красивые. Я готовила по собственному рецепту. Я взяла фарш. Это была баранина. Добавила туда сыр. Прям много сыра. И два яйца разбила. 600 грамм фарша было. Два яйца. И, наверное, где-то 100 грамм сыра. И они получаются настолько вкусные. Чем-то напоминают наггетсы. Я специально не добавляла лук. Мне так больше заходит. Вчера снимала шоппинг-влог. И он так хорошо набирает. И у него такое крутое удержание аудитории. Вы прикиньте. Видео длится 23 минуты. И там удержание 17 минут. Я в шоке. Я никогда в жизни ни на одном видео такого удержания не было. Я знала, что это видео вам понравится. Потому что когда я его монтировала обычно, когда я монтирую, я всегда думаю, блин, кто это будет смотреть? Кому это будет интересно? Какой ужас стоит ли выкладывать? Может, просто удалить? А когда я монтировала этот, мне прям нравилось то, что я монтирую, то, что получилось. Мне самой было интересно смотреть влог, который я сама сняла полчаса назад. Сколько всего крутого я накупила. И вот еще, кстати, девчонки, цены, которые я вам указывала там, это цены уже со скидкой. То есть я сначала хотела писать изначальную цену, потом цену со скидкой. А потом я подумала, вы просто запутаетесь. А я решила сразу цену уже со скидками. Я вам там не указывала, но там прям скидки 70-80%, минимум 50%. Красный топик, который я вам показала там. Я реально жалею, что я его не взяла. Как-нибудь на днях загоняю восьмой лом. Мы еще с Шелли должны пойти пощупиться. Возможно, я буду вам снимать. Если даже я не буду снимать влог, то я обязательно буду в Инстаграме вам снимать истории. То есть это тоже будет почти влог. Много историй будет. Такой аромат. Как же круто. Вчера мы так переживали. Короче, мы с Фаттию купили для нее освещение. Ring Light. Такое огромное. Точнее, мы хотели взять два. Заказали два. Но пока мы пришли, мы пришли чуть позже. Один продался. И так получилось, что мы не стали перепроверять, все ли на месте у меня дома. Она поехала к себе. Точнее, ее мама приехала и забрала ее. И дома она обнаружила, что, оказывается, нету одной детали. А точнее, провода, который подключается непосредственно к розетке. И Фатя прям всю ночь переживала, потому что деньги потрачены немаленькие. Ring Light дорогой. Он стоил что-то в районе 170, потом там сделали скидку, потому что мы берем две. В общем, 100 долларов стоит штука. Я Фатя говорю, наверное, забыли положить, ну, где мы могли посеять. Нам дали коробку упакованную. Всю ночь она переживала, что, а вдруг, а как там будет, а если у них тоже нету, а вдруг они скажут, что мы положили в коробку, мы не знаем. Я вместе с ней переживала. Сегодня утром я съездила. И как только я зашла в этот магазин, парень мне такой говорит, да, вы забыли. Самое главное. Мы потом пытались вас найти, но вы уже уехали. Самое главное. вопрос решился. И ринг-лайт это реально нужная вещь. Мне тоже надо. вот такие вот дела. Короче, у меня ее провод, и она скоро, наверное, приедет и заберет меня. вкусно. Короче, просто очень вкусно. Очень при очень. Штук 20 бы села. С удовольствием. Давайте немножко пройдемся по вопросам. Солнышко села. Айка, как выбрать между двумя парнями? Не могу сделать сложный выбор. я считаю, что если ты выбираешь, это значит, что ни один из них тебе по большому счету не нужен. Потому что, когда действительно есть чувство, действительно мужчина очень понравился, мне кажется, тут уже выбор не стоит. Выбор делает твое сердце. но если даже чувств нету пока что, таких вот, знаете, прям сильных чувств, это не беда, на мой взгляд. Я из тех людей, которые любят постепенно. То есть в процессе общения, в процессе того, как человек становится тебе родным, уже появляются чувства. не то, что прям стерпится, слюбится, но нужно думать головой. Нужно смотреть по отношению к себе. Мой любимый, с которым мы сейчас общаемся, встречаемся. В общем, когда мы с ним познакомились, за мной еще ухаживал другой парень, и я вам рассказывала, как я сделала выбор. Я попросила и того, и другого забрать конфеты гифтбоксис. Реклама гифтбоксиса. Ну, в общем, нужно было забрать и привезти ко мне домой. я попросила первого и второго. Один действительно работал, и может быть, действительно у него не было на это время, но он даже не сказал, что я завтра заберу или я найду время, я попрошу своего друга. То есть, мужчина должен добиваться девушку, я считаю, как иначе. И, в общем, первый мне культурно отказал, хотя клялся прям в своих чувствах, что, ой, он без меня не может, то и он влюбился. Ля-ля-ля-ля. А мой нынешний парень, он как бы немногословен, то есть, он не любит кидать слова на ветер и изначально ни о какой любви мне не пел. Мы просто общались и даже было непонятно, что. У него прям чувство ко мне он сказал, да, конечно, без проблем, без вопросов, куда надо, подъеду, заберу, даже и не палься, просто дай мне номер и забудь про эту тему, я привезу. Я дала номер и даже не интересовалась по поводу того, что он забрал, смог встретиться, не смог. Просто в один прекрасный день он сказал, спускайся, и отдал. Нужно судить, прежде всего, на мой взгляд, опять же, по отношению к тебе. Не по словам, а по действиям. а что он действительно делает для того, чтобы ты ему дала шанс. И все, в связи с этой ситуацией я сделала свой выбор и ничуть не жаляю. Я в своей жизни никогда не выбирала бабников, каких-то таких bad boy, да, такой крутой парень. Зачем? зачем потом мучиться? Голова потом болеть будет. 8 котлеток прям с легкостью схомячила. А йогурт какой! Обалденный! Поэтому, опять же, если между вами стоит такой выбор, это уже значит, что чувств ни к одному, ни к другому нету. Поэтому выбирайте головой, это неплохо. я не понимаю, девочек, может, вы на меня обидитесь, но прям мужчина вас не уважает, обижает, оскорбляет, поднимает руку. И они говорят, ну я его люблю. Как? Как можно любить человека, который хоть сразу вам изменил? У меня никогда такого не было. И слава богу! И слава богу! вот один единственный йогурт, это очень мало. Но у меня в последнее время каждый прием пищи это рядом йогурт. На этом все, мои хорошие. спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно, что вы ставите лайки, пишите комментарии. Мне осталось совсем чуток до 150 тысяч. Обязательно подписывайтесь, я вам сниму какое-то видео с тортиком. Всех люблю, целую, всем пока! до конца. До свидания!